Всем привет! Я давно планировал снять видео, посвященное безопасности при езде на велосипеде. Не так давно наткнулся на статью господина Марламова, посвященную ношению велошлема. Она меня повергла местами в ужас, поэтому я хочу поделиться с ней с вами и высказать свое мнение по этому поводу. Поехали! Давайте кратко и тезисно пробежимся по ней. К тому же, Давид с канала Банана Велосипедист подробно и по полочкам эту статью разобрал в своей классической манере, с данными, фактами и так далее. Статья называется «Миф. Велосипедный шлем сможет вас защитить». Что же нам пишет господин Марламов? Первый пункт. Ездить на велосипеде без шлема не так опасно, как кажется. А тут господин Марламов приводит такой аргумент, что если сравнить риск получения травм головы велосипедистам, и другими участниками движениями, то данное процентное соотношение будет похоже. Но, знаете, достаточно странная аргументация. Я считаю, и буду пытаться продвигать в массы точку зрения, что если у вас есть возможность купить шлем за полторы тысячи рублей, и при этом вы себя обезопасите, вы должны это сделать. Меня шлем спасал не раз, спасет и вас. И неважно, какова вероятность у автомобилиста. Извините, автомобилист находится в машине, да? У велосипедиста уже нет никакой защиты. Вы ездите, грубо говоря, в шортах, в футболке, да? Хотя бы шлем-то вы должны на себя надеть и обезопасить хотя бы самое главное – вашу голову. Пункт номер два. Шлем провоцирует водителя. Господин Марламов в данном пункте утверждает, что велошлем провоцирует водителя вести себя менее аккуратно по отношению к вам. То есть сокращать дистанцию, как-то сокращать интервал, да? Двигаться более агрессивно и резко. Только потому, что у вас шлем, и он будет думать, что вы какой-то профессионал, что у вас есть какая-то безопасность и так далее. Но, честно говоря, это какой-то бред и маразм. Я вообще не понимаю, как автор додумался до таких выводов, потому что это практически то же самое, что спортивный костюм, который на вас надет, спровоцирует автобус тронуться с остановки быстрее. Вы ведь наверняка спортсмен и добежите до него. Ну, то есть это очень странные какие-то факты, совершенно просто непонятные. Есть законы, есть интервалы, которые закреплены в ПДД. Третий пункт – это шлем провоцирует велосипедистов. В принципе, такая же хинея. Четвертый пункт – плохой обзор. Что же пишет автор? Он утверждает, что многие велошлемы ограничивают ваш обзор. Знаете, тоже странно, блин, просто купи нормальный шлем. Зачем ты покупаешь какую-то каску с визором? Велошлемы большинство вообще удобные. Я никогда не видел таких шлемов, которые закрывают вам вид, как-то мешают вам. Ну, это достаточно странно. То есть просто купи нормальный шлем. Притом нормальный шлем – это не 50 тысяч рублей, это, как я говорил, просто полторы тысячи рублей. Даже меньше. Просто ты заходишь в любой веломагазин, покупаешь и наслаждаешься жизнью. А дальше пятым пунктом господин Варламов пишет, что законы, которые обязывают велосипедистов носить велошлемы, ограничивают развитие велодвижения. Что вообще какой-то бред на самом деле. Потому что, как мне кажется, любое движение, которое начинается, нужно какие-то рамки безопасности ему поставить. А я был бы, честно говоря, рад, если бы обязали детей, взрослых, которые катаются на велосипедах, носить велошлемы. Хотя бы просто, которые выезжают на дороге общественного пользования. Хотя бы так. Хотя при этом я бы не сказал, что хоть насколько-то опаснее ехать по дороге. Конечно же опаснее, да. Но при этом просто ехать во дворе, где тоже так же катаются машины, так же опасно. А поэтому и дети, которые выезжают во двор, а родители, которые катаются по каким-то дорожкам. При падении никто не страхован, что он пойдет просто головой в этот асфальт. Поэтому я считаю, что достаточно хорошей идеей будет, если у нас обяжут. Хотя бы, говорю, хотя бы люди, которые выезжают на дороге общественного пользования, носить шлемы. Потому что нужно начинать штрафовать, нужно начинать воспитывать какую-то культуру. Вот так вот кратко мы на самом деле быстро пробежались. Разнесли эту статью в пух и прах, потому что, честно говоря, это какой-то бред. Эта статья является хорошим примером того, когда, к примеру, классный художник начинает рассказывать о том, как правильно похудеть. Да, возможно, у него есть какие-то знания в похудении, но явно не в этом случае, да? В данном случае, что еще опасно? Ладно, этот художник просто рассказывает там своей подружке о том, как правильно похудеть. Но тут же господин Варламов вещает на огромную аудиторию своих подписчиков. Такие, как мне кажется, социально опасные мнения. Человек этот явно не катается на велосипеде, потому что, если бы он катался и хотя бы пару раз упал, он бы сразу понял, что шлем это действительно классная штука. И при каких-то даже минусах, да, при каких-то минусах этого шлема, все же нужно, нужно купить шлем и нужно в нем ездить. Это мое мнение. Пишите в комментариях свое мнение, как вы считаете, нужно ли носить шлем, а обосновано ли это. И пишите, собственно говоря, почему. Мне интересно будет почитать. Спасибо, пока.